перед началом данного ролика хочу порекомендовать свой дискорд сервер ссылка будет в описании и также вк группу тоже будет ссылка на нее в описании всем привет вы на канале madmax go и у меня выходил уже такое видео на этом канале но я его дополнил во-первых добавил два новых поселения во вторых ну как-то пытался покрасивее оформить ну те же гербы которые я придумал ну и лучше немножко монтаж надеюсь вам понравится конечно не хочется себя хвалить но на мой взгляд это реально неплохие идеи итак есть у нас дальний восток и там чуть не одного поселения ну-ка придумаю фракцию для него и вот что у меня получилось давайте приступим фракция приморский союз это приморский край и ближайшие территории города владивосток сможет намуре терней юно-сахалинск валюта новые рубли печатаются на оборудованных владивостоке заводах одна из самых лучших валют близка по качеству довоянным купюрам очень приморском союзе сильно заражена и не дает возможно заниматься сельским хозяйством основой питания жителей фракции является рыба и водоросли в основном морская капуста в целом приморский союз это благополучная фракция иступим к городам владивосток статус столица население 51 тысяч человек после катастрофы вырывшие города и его окрестностей стали использовать усилевшие суда для рыболовства а через несколько лет начали заниматься кедовоинным промыслом и сейчас это одно из основных занятий людей также в городе находятся станки производящие местную валюту новые рубли здесь также имеется один из трех и действующих аэропортов на территории ссср другие фракции воде восток поставляют готовый жир и шкуру из золотого пути фракции получают как комсомольск на амуре авиационный керосин комсомольск на амуре статус город население 20 тысяч человек после войны года жители комсомольск на амуре восстанавливали несколько военных самолетов теперь они корри стирует между комсомольском на амуре ю tierra халинском и владивостоком так же ведутся переговоры с темени чтобы там тоже восстановить авиационные сообщения и золотого пути как владивосток опять же они получаютston а также в этом городе наиболее стоит острова вопрос продовольственный а между владивостоком и кассомольском на амуре проведена жизнь на дорогу которую установили в послевоенные годы. Терней. Статус. Город. Население 25 тысяч человек. Первые годы после Лидерной войны жители Тернея еле-еле сводили концы с концами, но потом нашли свою работу. Они выращивают и собирают морские водоросли, в том числе морскую капусту. А это составляет основной рацион при питании вообще в фракции, но также поставляют в другие фракции. Также жители Тернея промышляют рыболовцам, но только уже ради своего пропитания, а не как в Владивостоке для экспорта в другие поселения или даже фракции. Южно-Сахалинск. Статус. Военная база. Население 2000. После эпидемии ядерной бомбардировки почти все жители Южно-Сахалинска перебрались на материк, но в очередной скале стало ясно, что на восточном направлении нужна военная база, так как неизвестно, насколько сильно посадал США во время ядерной бомбардировки. США же является основным противником СССР, то есть они запустили этот вирус и первые начали ядерную бомбардировку. Почти весь гарнизон Южно-Сахалинска составляют военные из Владивостока и их семьи. Перейдем к наградам. В Владивостоке могла быть такая награда, как броня из шкуры кита или мощный гарпун. В Тернеи могли бы получить бы семена этих самых водорослей и выращивать их где-то на водоемах. Космольске на море могли бы получать вертолетные детали и только после этого собирать вертолет. Но в Южно-Сахалинске можно придумать какое-нибудь оружие, как бы это же военная база. Было бы, думаю, интересно. Также в Тернеи или Владивостоке можно было добавить какой-нибудь морской паром с огромной грузоподъемностью. То есть это, можно сказать, был бы Белаз, только для воды. Думаю, мои идеи вам понравились. Ну, потому что, на мой взгляд, это реально прикольная идея. Депо создание фракции с разными поселениями, у них разные особенности. Одни добывают киты, другие выращивают возрасли, другие вообще устанавливают самолеты. Ну, а четвёртая, военная база. Думаю, вам понравилось, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да не напишите, если вам не сложно какой-нибудь комментарий. Ну, а я с вами прощаюсь. Удачи, пока.